Мне не повезло. Я мальчик. Делайте мыло для своих туалетов. Теперь меня точно отчислят, блин. Учимся и будем учиться. Меня зовут Максим, я из САМГМУ, из медицинского. Всем там занимайся, по чуть-чуть немножечко. Сложно ли было поступить? Да нет, на самом деле поступить было несложно. Это очень такой, какой-то распространенный миф, что в медицинский сложно поступить. Со средними баллами ЕГЭ там 250, что-то такое. То есть за три предмета. Русский, биология, химия. Чему можно научиться в САМГМУ? На самом деле в медицинском можно научиться всему. Абсолютно от того, что мы учились красить на стройотрядах. Что, в принципе, вообще не нужно для медицинского. Вот. Ну и, да, лечение людей. Так, чуть-чуть важные вещи. За что ты любишь свой универ? За учебу. То, что это нам дает познание абсолютно во всех областях, начиная от истории, заканчивая пониманием, как все это происходит в организме человека. За творческую движуху, в которой я участвую. Это очень классно. У нас есть СТК. Вот. Я там занимаюсь художественным словом и немного в СТЭМе участвую. Какую пару ты бы никогда не прогулял? Я, мне кажется, каждую пару понемногу пропускал. Вот. Но мой самый любимый предмет, это у нас патологическая анатомия. Вот. Я прям кайфовал от нее, когда она была. Хоть все и думают, что это там связано только с трупами, но нет. Все эти ткани, препараты прям здорово, классно. Как не слететь о степухе? Я, на самом деле, сейчас очень озадачен этим вопросом. Просто учить и улыбаться на экзаменах. Если ты красивая девушка, то это еще лучше. Мне не повезло. Я мальчик. Возможно, красивый, но нашим преподавателям-мужчинам ты это не объяснишь. Есть ли у вас в туалетах туалетная бумага и мыло для рук? Да, есть, конечно. Ну, мыло – это очень важно. Туалетная бумага не менее важна, но я как-то не обращал на нее внимания. Но всегда делайте мыло для своих туалетов. Что самое вкусное в столовой? Мой любимый – это салат «Нежность». Вот. Это салат с ветчиной, сыром, с яйцом, майонезом. Блин, вообще топовый салат всегда. Приходите в нашу столовую, ЦП «Медик», пробуйте салат «Нежность». За что могут отчислить? За неуспеваемость, за прогул пар. Вот. На самом деле, очень важно именно это посещение. То есть, знание почему-то отходит на второй момент. Вот. Ну, то есть, все можно выучить, просто главное – приходить на пары. Поддерживает ли деканат творческих студентов? Да. И я, на самом деле, этому очень благодарен. Вот. Потому что, если мы какие-то пары, там, ради студ-весны, студ-дебютов пропускаем, это «Справки без отработки», ты, ну, то есть, когда не появляешься на парах, это тебе не приходится их потом судорожно отрабатывать. Вот. Ну и, в принципе, если тебя знают, у тебя хорошие отношения с деканами, они могут пойти навстречу, там, закрыть глаза на какие-то твои пропуски, там, помочь тебе и советом, и делом. Дмитрий Юрьевич, если вы смотрите это, судорожно, и вам большое спасибо. Как попасть в общагу после отбоя? Живу в общаге, и, да, мы залезали. Теперь меня точно числят, блин. Можно пройти, но это будет караться тем, что ты там оставишь свой пропуск, потом пойдешь к коменданту, и уже потом будет не особо приятный разговор. Ну, если ты работаешь, то никаких проблем, приносишь справку, и все, вот, я работаю, и заходишь. Плиц, а вы все были в морге? Конечно, мы были все в морге, на трупах учились, учимся и будем учиться. Гуглите, когда не знаете, от чего лечить? Гуглим какие-то препараты или что-то такое, их просто все запомнить невозможно, и, на самом деле, нет ничего плохого, если ты что-то гуглишь, потому что все меняется постоянно, и по советским, там, учебникам каким-то нельзя все знать и учить. Давали клятву Гиппократа? Нет, по-моему, ее вообще сейчас не дают, у нас просто клятва врачей, клятва студентов. Я не знаю, на шестом курсе, наверное, дадим, когда выпускаться будем. Правда, что у вас все пары проходят в больницах? Неправда, у нас учебные корпуса, учебные блоки в больницах, то есть на клинических базах проходят после третьего курса и до шестого. Первые и вторые курсы, да, мы учимся в учебных корпусах. Потом уже начинается, когда терапия, хирургия с пациентами уже в больницах и в моргах любимых ваших. Сколько у тебя стипендий? Вот последняя декабрьская, которая запомнил, за 23 тысячи было. Повышенная стипендия, обычная стипендия, мат-помощь и социальная стипендия. Кем ты будешь после окончания? Вопрос, который не задавайте нам вплоть до шестого курса. Вот, на первых и вторых курсов вам ответят, мы будем кардиохирургами, нейрохирургами, но только там три человека из тех ста, кто ответит, они впоследствии будут ими. Мы всегда в поиске, каждая новая пара, ты приходишь на терапию, такой, буду терапевтом, кардиологом, вообще всех бабушек вылечу. Вот, а потом приходишь на патологическую анатомию и такой, ну, бабушки уже не важны, пойду в морг. После шестого спросите, посмотрим. Сколько будешь зарабатывать? Мы выходим в опами, врачами общей практики. Вот, и потом, ну, в основном мы идем в ординатуру или в аспирантуру. В основном в ординатуру. И ты еще там учишься, получишь два года, то есть восемь минимум. Вот, и после этого уже в зависимости от специальности, профессии, будет твоя зарплата. Совет для студентов. Чтобы тебе было стыдно, но было что вспомнить. Это самое важное. Молодость все прощает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok